Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетс. И сегодня, кстати, традиционный для понедельника состоится вебинар и параллельно еще и стрим, голосовой чат в этом телеграм-канале. Рекомендую подписаться, друзья, прямо сейчас, поскольку в течение дня вам будет предложено тоже уже по старой доброй традиции несколько тем на выбор. Соответственно, та тема, которая наберет наибольшее количество голосов, станет центральной в ходе моего сегодняшнего вебинара. Что касается текущей недели, пожалуй, меня, наверное, как и вас, друзья, как и всех трейдеров и инвесторов, сейчас волнует один вопрос. Когда и с чего начнется вот это новогоднее ралли, на которое мы настраивались в течение всего декабря? Остается две недели до Нового года и я понимаю, что рынок просто так вот нас не оставит без волатильности, она точно будет на низколиквидном рынке, она точно выльется в мощные трендовые движения по практически всему перечню финансовых активов и мы на этом безусловно попробуем заработать. Я практически был уверен, если сейчас немного отмотать назад, что неделя заседаний центральных банков, Федрезерва, Европейского центрального банка это более чем подходящий повод, чтобы рынки встряхнуть. И после этих заседаний точно мы получим мощную тенденцию укрепления доллара и такую же параллельную тенденцию слабости рисковых активов. Ну, ожидания это такая штука, что они не всегда реализуются в какие-то фактические события и мы не дождались на прошлой неделе того ралли, который хотели увидеть. Но, видимо, тем интереснее будет наблюдать за рынками дальше, потому что, как я уже отметил, буквально несколько торговых сессий, которые должны раскрыть потенциал вот этой предновогодней волатильности. Сегодня индекс доллара растет 96.56 и в конце прошлой недели после заседания Федрезерва продавцы вроде бы как перехватили локальную инициативу. Я помню, в комментариях многие писали, что не может ли это вылиться в нечто большее, то есть вот эта коррекция могла бы перерасти в нисходящий тренд на какой-то продолжительный период времени. Я в этом сомневался, говорил, что индекс доллара, конечно же, сейчас смотрится вверх, интересен для покупателей, потому что, ну, как можно продавать эту валюту на очевидном шаге в сторону ужесточения монетарной политики Федрезерва. И этот очевидный шаг, как вы помните, он подразумевал ускорение темпов сокращения программы количественного смягчения, в пятницу сделал акцент на то, что одно из самых модных слов сейчас тайперинг. И это сокращение может стать причиной, если план не изменится, Федрезерва полного выхода из программы количественного смягчения в марте. Там уже в мае-июне будет повышение процентной ставки. Три повышения процентной ставки, вероятно, в рамках 2022 года. Вот на них мы будем дальше настраиваться, друзья. Я считаю, что если вы сейчас перетягиваете свои портфели, смотрите на перспективу уже следующего года и хотите зарядить какие-то долгосрочные сделки, но не знаете, к чему подступиться, на что посмотреть через ланги, там, что продавать. Имейте в виду, что жесткая монетарная политика, шаг за шагом, это вот то, что нас ждет. И мы будем обсуждать это с вами на ежедневных брифингах, будем следить за политикой американского регулятора, за риторикой. Но думаю, что она существенно не изменится. ФРС признал, что совершил ошибку, когда недооценивал рост инфляции, и сейчас уже обратной дороги нет. Инфляция растет, с ней нужно бороться как с проблемой, единственный инструмент борьбы. Даже у ФРС, самого модного, самого развитого регулятора мира, нет других рычагов, чтобы остановить рост инфляции потребительских цен, кроме как снижение и до нуля, фактически, завершение программы QE и повышение подкосрочных процентных наставок. Поэтому лонг остается в приоритете. Европейская валюта 1,1249 буквально сегодня видел на Блумберге очень интересный заголовок относительно того, что Микрон похитил Рождество. Ну, суть здесь в том, что все больше стран, как мы и ожидали, в принципе, вынуждены вводят ограничения, причем перед самыми праздниками, потому что понимают, что праздники — это риск еще большего массового скопления людей и вероятность значительного распространения инфекций. Сейчас людей пытаются изолировать друг от друга, сохранить какую-то социальную дистанцию, потому что омикронштамм, действительно, уже подтвержденные факты многими министерствами здравоохранения стран Европейского Союза, распространяется гораздо более быстрыми темпами, чем Дельта. И вот за последние три дня, что мы с вами не увиделись, друзья, с пятницы, много ограничений введены в Нидерландах, в Дании и уже встречены в Германии. Это тоже только лишь первые шаги властей. Дальше будет, к сожалению, хуже, потому что число заболевших в зимний период времени, тоже мы касались этой темы еще несколько месяцев назад, но в приори ситуация будет ухудшаться и количество заболевших будет расти. Бизнес-оптимизм ИФА, который был опубликован в пятницу, снижение с 96,6 до 94,7 снижения, было зафиксировано шестой месяц подряд. Рост числа заболевших, повторные ограничения, все это мрачает перспективы для немецкого бизнеса. Без стабильного роста немецкой промышленности не может быть восстановление еврозоны. Поэтому плохая статистика, ситуация с ковидом, факторы, которые были когда-то краткосрочными, сейчас они уже стали долгосрочными. И на основании этого я пока евро не могу позволить себе купить, друзья. Поэтому ранее сохранял шорт. И вот в пятницу вы видели, что евро очень сильно пролили, буквально на 100 пунктов до отметки 1.12 небольших. Поэтому на конец этого года я всерьез допускаю, что я присоединяюсь к прогнозам Сити, Банков Америка, что мы можем увидеть тест поддержки 1.10, потому что вероятность у этого очень высока. Чем больше регионов сейчас будут вводить повторные ограничения, тем хуже будет главному валютному риску. По фунту ситуация такая же. Больше 100 пунктов в пятницу. Потери 1.32-1.24 сейчас. И цели 1.31 на 1.30 она никуда не делась. Даже решение по процентной ставке я не хочу использовать как причину, чтобы объяснить интерес к покупкам Бриданса, потому что, на мой взгляд, это решение было абсурдным. Исходя из последних данных по активности в производственном секторе, в сфере услуг, даже инфляция в районе 5.1% она не была еще настолько прям угрожающей, если сравнивать с показателями других стран, чтобы действовать уже сейчас, когда страна в локдауне из-за ковида. Но опять же, не хочу судить Банк Англии, видимо, были веские поводы и причины. Но есть то, что есть, друзья. При ковидных рисках, при закрытой экономике, по сути, при продолжающемся росте числа заболевших, при слабых макроэкономических показателях и при сильном долларе тоже фунт никак не просится на развитие восходящей динамики. Рынок нефти, как мы и ожидали, снижение продолжается уже 71.33. Тест поддержки 70 – это вопрос к ближайших дней, потому что, опять же, новое ограничение – это удар по перспективам роста мировой экономики и, соответственно, по спросу на углеводороды. Других причин сейчас искать не нужно. Ну, если хотите, еще доллар тоже. Можно сюда обозначить его влияние на нефть, потому что более сильная американская валюта – это, разумеется, фактор снижения рисковых инструментов нефти в их числе. Биткоин – 46802, как мы и ожидали. Давление сохраняется и будет еще одна, может быть, даже не одна волна распродаж, которая приведет весь крипторынок более низким ценовым значением. Золото – 1802 доллара за тройскую унцию. По золоту, друзья, у меня пока нет идей, потому что тотальная неопределенность. Я никак не могу определить, какой фактор все-таки для рынка драгоценных металлов является сейчас определяющим. Доллар либо инфляция. Да и, судя по динамике золота, оно тоже еще до конца не решило. Придет время, откроем новую позицию. Есть на запасе у нас еще сделка с серебром, друзья, но там на соотношении спроса и предложения. Я в пятницу рассказывал, какой спрос, какое предложение, кому интересно, можете пересмотреть. На этом, собственно, все. Хорошей вам торговой сессии и все недели. Увидимся сегодня в 16.00 по московскому времени. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok